Музыка Согласно распоряжению городского угола, с 25 октября мы начали подготовительные работы на котельной. 27 числа в 7 часов вечера нам «Леса ГАЗ» открыла задвижку на предприятии. И с 28 по 30 число мы проводили подготовительные ремонты по циркуляции теплосети в город. То есть мы запитывали дома, удаляли воздух из системы для того, чтобы нормально подавать тепло в каждый дом. То есть это было с первым и третьим микрорайонами сделано. В понедельник 30 октября у нас был обнаружен порыв на четвертом микрорайоне по улице Химика возле стадиона третьей школы. Вчера он был устранен и четвертый микрорайон мы начали заполнять сегодня. И планируем сейчас в 3 часа ночи разожгли котел, начали подавать температуру в теплосеть. До конца дня уже будет повышена температура в нормальном режиме. И будем, ну как бы дома подключены, первый и третий микрорайон. Им надо будет просто чуть позже включить свои ИТП для того, чтобы полностью тепло распределялось по домам. Ну по всему дому. То есть как бы пока в плановом режиме мы не торопимся, понемногу прогреваем сеть, так как она холодная, чтобы не порвать, никаких-то новых порывов себе не обнаружить. Поэтому думаю, что до конца дня мы поднимем. Планируем, если все будет нормально, в конце дня опять же садики запитать, чтобы они за ночь так же самым прогрелись. То есть утром как бы дети пришли уже, ну как бы сейчас электро, которые работают, там будет работать уже на нашем, то есть чтобы без учерба для детей. Со школами планируем на пятницу, для того, чтобы за субботу и воскресенье прогрелись. И в понедельник опять же дети пришли прогретые классы. Ну и параллельно с этим, с сегодняшнего дня, я же говорю, начинаем первый микрорайон. Если все нормально, там сегодня, завтра третий и четвертый микрорайон. То есть до конца недели, в принципе, мы должны подать тепло, планируем подать тепло весь город. Многие теплосети квартальные мы запланировали, были на этот год, но в связи с изменениями, которые произошли, нужны были выполнять проектные работы. Поэтому мы были перенесены. То есть сейчас будут делаться проектные работы, мы планируем в начале года. И в следующем году, как бы там, около пяти или шести мероприятий по теплотрассам, если бюджет примет, планируем восстанавливать. То есть у нас очень много квартальных сетей, которые нужно именно в аварийном состоянии, нужно менять. И как бы замена на новую трубу еще даст и экономический эффект. Так как бы, в принципе, это у нас каждый год, то есть при запуске, в любом случае, какие-то моменты, какие-то ситуации возникают. Мы их решаем по мере возможностей, трудностей. Это, я же говорю, из техника, потому что сегодня у нас экскаватор водоканала, они постоянно работают. Дорсервис сегодня выполняет работу. И вот самая большая трудность, это как бы предприятию найти транспорт для того, чтобы быстро раскопать, найти аварийный участок и его устранить. Любая новая система должна налаживаться. То есть и в проектах, во всех работах прописана пусконаладка. То есть невозможно как бы смонтировать оборудование и там в течение часа запустить, чтобы оно все работало. Когда это очень большой технологический процесс, это очень тяжело и долго. И поэтому я не считаю, что это трудность, это закономерность. Это можно и неделю, и две. То есть как бы у нас не было ни газа, не было ничего. Потому что компания с сентября месяца успела выполнить работы по двум котлам. Как бы вот это с понедельника у них так же самое, параллельно с нашими работами, которые мы выполняли по своему предприятию, они проводили наладку котла. Ну и как бы вчера были трудности, уже последние моменты. Единственное, что плохо, это как бы поздно мы вышли на режим, то есть разожгли котел и начали подавать тепло в город. Редактор субтитров А.Семкин